Парадоксы регулярно выпускают новые игры и DLC, но как их сейчас купить? А для этого есть сервис Купикот. Чтобы пополнить свой аккаунт Steam, вводите логин и указываете сумму. А мой промокод MBRNEW снижает комиссию на пополнение на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Купикот это самая настоящая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности, поэтому рекомендую всем авторизоваться, чтобы получать постоянно кэшбэк. Пополнять иностранные аккаунты также можно в тенге или в долларах, выбрав соответствующую кнопку переключения валюты, а удобный калькулятор все посчитает за вас по актуальному курсу. А еще сейчас Купикот проводит конкурс на удвоение баланса до 23 апреля, так что поторопитесь. Чтобы купить игру гифтом, достаточно просто оплатить ее на сайт и принять в стиме подарком ее от бота. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине стим, то есть больше не придется париться с созданием новых аккаунтов. Не упустите шанс пополнить свой стим аккаунт быстро, безопасно и с минимальной комиссией по ссылке в описании. Привет, я Эмбра, мы-то только значит с вами справились с нападением Горгулова, так в нас сразу же влетел Трубецкой. Да, он обиделся, конечно, видимо, на то, что ему досталась лишь малая часть страны Горгулова, а мы забрали больше. И взяли сейчас, кстати, все это занационализировали. В итоге Трубецкой со своей казанской дирекцией на нас сразу же напал, но к этой войне мы более-менее готовы, потому что мы тут такое пережили в войне с Горгуловым, что вот это уже фигня. Тем более он тут, да, он в разы, если не нас по количеству войск, по промышленности, кстати, слабее. Ну, по крайней мере, в военных заводах уж точно. Поэтому сейчас мы давайте переживем первую атаку. Нормально будет? Ну, смотри. Ну, в принципе, если сейчас нажать еще последний рубеж, то будет нормально. По винтовкам F+, это обозначение, конечно, еще нужно поделать. Но здесь ресурсы. Давайте закупим у Франции на две фабрики алюминий. У нас фабрик тут хватает, можем спокойно сейчас закупать. Еще сталь давайте возьмем у Германии. Будем поддерживать и тех, и других. Винтовки про запас сделаем, а здесь небольшой деб... Ну, ладно, сделаем сейчас вот так вот. О, и нормально. А то сейчас много фабрик на торговле, конечно, не хочется отдавать. Мне нужно тут военные заводы сейчас построить в первую очередь. Давайте на наших основных территориях, а потом уже будем вот эти застраивать. Так, тут на самом деле что-то как-то... Что-то не очень. А, ну да. Тут у нас нет уже узлов снабжения. А тут узел снабжения перерезан. Он через царицын идет. Можно, конечно, сейчас обход пустить, но мне кажется, будет выгоднее взять сейчас просто отсюда убрать фронт и обороняться на более узком участке. Здесь, ну, нам скорее всего придется отступать, потому что, ну, а как мы тут будем стоять? Уже нету снабжения. А тут проводить бессмысленно, потому что пока построим железную дорогу, тут уже отойдем. Так что давайте сейчас отсюда сразу сваливаем. Это временная акция, потом вернемся. По доктрине продолжаем качать вот эту защиту. Если бы мы качали тут эту, то получили бы, ну, вот это бы нам не помогло бы вообще никак воевать за окружение. Я не планирую в окружение попадать. Вот здесь организация укрепленность, конечно, но бонус к защите лучше, потому что укрепленность еще нужно накопить. А организация плюс 5 не так уж и много дает для обороны, как защита, плюс 10. Плюс еще организация получаем тут, десяточку, и атаку. То есть и защита, организация и атаку. Вот эти вот три ячейки доктрины вот как раз нам сейчас и очень сильно нужны. Ну-ка давай отступаем здесь, здесь, отойди. Все. По узлу тут отступать я вообще не хочу, поэтому его лучше все построить. Именно бросить силу на то, чтобы создать снабжение вот здесь. Причем его на самом деле лучше, наверное, где-то вот здесь построить. Конечно, риск, что тут территория тут захватит, но давайте рискнем. Поближе встанем. Сейчас пока один двойный завод сейчас достроим и переключаемся вот сюда вот. Так, нормально. Ну, пока здесь живем, толпой, в принципе, да, истощение есть, но обороняться, думаю, сможем. Так, тут отходим. Нам, конечно, сейчас придется фронт все равно растягивать. Поэтому дивизии сейчас лучше создать. Четыре штыки вот сюда вот. Еще где-то, я тебя понял, шесть запланирую. Да, тут теперь винтовки нужны. Все, тогда бросаем на винтовки. Ну и закупаем, конечно, ладно. Сталь вот этот. Больше алюминия жестоко не надо. А, здесь же узел снабжения стоит вообще четыре тысячи очков. Не двадцать, там, не девять. Четыре. Вообще класс. Тогда мы сейчас его очень быстро строим, потом же дышку проводим на по 150. И все, тут себя чувствуем хорошо. Фронт, сейчас я уже скоро буду растягивать. Ростов, конечно, отдавать не хочется, но фронт давайте уже сейчас растянем вот сюда. Но отдать его, скорее всего, придется. Так, докстрину продолжаем дальше качать. Здесь военобязаны получим. Плюс один процент. Там, конечно, 300 тысяч пока хватит для войны с Трубецким, но пускай. Про запас будет. Так, что там по узлу? Почти готово. Да, часть, конечно, фабрик сейчас захватили у нас. Но ничего. ЖДшки. Сейчас строим. Вот узел. Румыно-молдавская война. Какое молдавское государство, какая здесь Румыния? Не, Ростов держим. Нормально, не отдадим. О, так. Давай, давай, давай. Тут что у нас? В листе скоро будет готово. Я прям по городу ткнул, даже не обратил на это внимание. И все. ЖДшка достроена, снабжение появилось. Теперь тут... Так, а тут что? Не достает? Ужас. Ну ладно, хотя бы вот так. Все. Сейчас мы отступать уже не будем. Нас никак не пробит. Ну разве что, может быть, здесь немножечко. И все. Вот мы сейчас даже можем тут контратаковать, потому что противник тоже истощается. Кстати, лучше контратаковать так, чтобы получился на самом деле котел. Даже может быть вот так вот. А ну давайте. Давай, давай, давай сюда и дальше. А ты сюда пройди на всякий. И... Давай, 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 давай. Есть. Вот такая красота. Закрыли мы сейчас три дивизии. И можем, кстати, даже сюда тоже ударить. Давайте сейчас... Так, держись. Держись, держись, держись. Этих мы сейчас закрыли. Есть. Идем сюда. И мучим эту одну дивизию, чтобы закрыть вот эту вот еще одну. Готово. Да, Ростов, конечно, пришлось отдать. Здесь проблемы по снабжению есть. Но сейчас узел тут сделай, будет нормально. Стоим сейчас еще по обороняемся. Вон они даже прожимают вынужденную атаку. Ну, жмем последний рубеж. Стоим в обороне. Противник убивается. Подождем, пока он истощится. И пойдем в атаку. Здесь, например, даже может быть котел как-то провернуть. По проценту. Тут еще тоже. И скоро продавим. Пока пускай у нас поковыряет. Опа, здрасте. Российская империя нападает на Казанскую дирекцию. У меня есть подозрение, судя по тенденции, что следующей после Казанской дирекции будем мы. Да. У тебя дивизий, ну, многовато, конечно. Если сравнить с нами, я только заспавнил еще дивизий. Десяточку. Но как-то 30 не сравнится с твоей соточкой почти. Да. Поэтому давайте сейчас, что мы делаем. Вообще здесь желательно атаковать. Потому что тут видим эти миры по скриптам. И нам желательно выбить такой скрипт, который позволит нам забрать территории нормальные. Так что сейчас поехали атаковать. Тем более противник понубивался неплохо. Сюда, может, даже закотлим сейчас вместе с Российской империей. И, короче, агрессивно атакуем. Давайте. Максимально агрессивно. Чтобы мы смогли здесь как можно больше всего забрать. Сюда. Здесь котел получается. Сюда давайте. И здесь тоже закроем. Сюда до Астрахани давай. Столица у тебя в... А, в Омске. Вот такой значок. Ого. Дома скачать телепацию. Ну что, погнали, что ли? Я сейчас прям стрелочкой поставлю сюда. Давайте. Гоним туда. Я думаю, наша дивизия здесь не поймает никак. Хотя кидает свои силы, чтобы их поймать. Так. Общество Кавказ победило. А, вот те скрипт. Мы тут получили территории. Опа. Все. Взял, отдал. Мы все получили. Теперь мне кажется, что все-таки теперь Михаил Дроздовский. А на нас пойдет. Причем, скорее всего, очень-очень быстро он на нас пойдет. Давайте сразу войска будем свои подвозить. Решение прожимаем. Сразу территорию национализируем. Прямо сразу. От почти лямблицких ресурсов у нас есть. Прекрасно. Правда, не получили ни винтовок, ни допоснащения после капитуляции казанской директории. Вот этой вот. Тут же не было прям именно капитуляции. Все по скрипту, поэтому нам трофеи не выдали. Ладно, будем сейчас все это производить. Благо у нас военные заводы сейчас появились в еще большем количестве. Закупаем алюминий. Стали у нас предостаточно, кстати. Тут же ее прям реально добываем теперь много. Уже закупать не надо. Это сейчас все производим. С винтовок даже можно часть поснимать и закупить больше алюминия. Так, давайте делать войска я буду. Людские ресурсы есть. Винтовки тоже панопроизводил, поэтому ставим производиться дивизии. А, Сибирское народное управление труда. Я тут про тебя совсем забыл, кто ты, кстати, затащил. Власов, он Желторосию захватил. О, как. То есть Российская империя решила не через степи пойти, а через Уральские горы. Ну, Дроздовский легких путей не ищет вообще. Ну, Сибирь, да, у него войск мало, но все равно побольше, чем у нас. И военных заводов тоже больше, и фабрик. Но и захватывать ее явно подольше, чем у нас. Так что у нас есть время подготовиться. Такие корабли. Есть время подготовиться. Есть время подготовиться. Это уже третье нападение на нас, от которого я просто офигеваю. Нет, это можно было ожидать, но я почему-то этого нифига не ожидал. Я был уверен, Макс, особенно после нападения на него, на эту Сибирь. Я не ожидал, что она потом еще может на нас напасть. Ладно, Россия там. Она может, в принципе, растянуться еще и на нас. Но ты-то что, Власов, ну куда ты на нас-то поперся? Так, а вдруг сейчас Российская империя на нас пойдет? Ладно, давайте я пока все это сюда вот поставлю. Я тебя понял. Я тебя понял. А Российская империя на нас тоже пойдет. Я тебя понял. Еще лучше. Крым. А, да. Крым. Так, ну сюда вот я вот так вот растягиваюсь. Дальше-то я не потяну. Счет Крыма. Ну сюда и 6 дивизий кидают. Там столько не надо. Ну 3 дивизий пойдет. И бежим быстро. Сейчас обороняемся сидим. Проражать что-то можно. Мне там это не надо. Не надо. А вот это пригодится. Не, сюда, наверное, все 6 дивизий надо поставить. Потому что отбиваться, скорее всего, придется. Так, войска сейчас возвращаются. Тут противник даже истощается, кстати. Ничего, это тогда придется отдать. Потому что фронт, в принципе, мы не потянем. И на то, и на то. Такой широкий. У нас просто войск не хватит, чтобы все это покрыть. Так что обороняем вот эти территории наши основные. А далее уже просто будем пытаться контратаковать. Благо эти двое между собой тоже махаются. Так что мы тут не один на один. Ростов, кстати, отбили. Сюда одна дивизия подбежала, но она ничего не может сделать. Ждем, пока остальные сейчас подойдут. И будем пытаться контратаковать. Че? А, военно-морская доктрина. Да че ты как-то мне сейчас абсолютно пофиг на это с ней. Ну давайте, а там дальше еще и воздушная доктрина будет. Ну давайте заграждение морских путей. Опыт армии, кстати, лучше сейчас пихнуть, наверное, или на... Не, на доктрину, наверное, лучше не надо. Я поставлю на скорость создания укрепления и максимальную укрепленность. Это вот здесь нам пригодится. Давайте сейчас идем вот сюда, вот, кстати. И вполне возможно... А, блин, взяли морскую базу. Ладно. То есть это может быть здесь как-то пробьемся. И в Екатеринодаре сделаем котел. Так, че у нас тут на севере? В принципе, не... А, че дивизии нет. Этих... А, этих, кстати, уже можно распаковать. Сейчас все ставлю на винтовки, чтобы сделать как можно больше дивизий. Просто хотя бы дивизий с винтовками. Арту ничего такого остального я не ставлю. Просто люди с винтовками и все. Нам пока просто нужно фронт покрыть. Тут, давай. Екатеринодар есть под нами. Тут. Давай-ка это... Обороняйся. И... Давай-давай-давай-давай. Дивизии исчезайте. Есть минус одна и минус вторая. Прекрасно. Котел сделали. Успех. Успех. Здесь. Даже контратаковать можем. Ну и стоим, обороняемся. Степени, кстати, долго будут захватывать. Она у нас большая. А знаете, что сейчас прикольное? Это наш лимит капитуляции. Он, ну, очень маленький. То есть, сейчас наша столица жива. Наши основные города живы. И мы готовы капитульнуть уже на 96%. Я вот хорошо обратил сюда хоть внимание. И не стал отдавать Гурьев и Уральск. Иначе это была бы стопроцентная уже капитуляция. Здесь я понастроил узлы снабжения. Тут, тут, вот еще построил. И из-за этого мы себя здесь чувствуем, ну, более-менее. Вот. Конечно, проблема есть серьезного с повинтовком, по водопоснащению. Но стараемся... Ох, это минус 113. Но стараемся это все исправлять. Там у меня торговля сбилась. Поэтому сейчас заново. Вот так вот сейчас сделаем. Она не хватает. Ну, давай, ладно, максимум закуплюсь. В принципе, все узлы, которые я хотел, я уже построил. Сейчас строю военные заводы. Сюда уже, кстати, у Сибирь подходит. То есть, власов тащат. Хоть у него вроде тут и войсками... А! Уже больше. Класс. Ладно. Эдактрины продолжаем качать, потому что, ну, опыта очень много сейчас получаем. Теперь атака у нас противопехотная и противотанковая есть. Интересно, если сейчас мы начнем сразу атаковать и топать до Москвы, по скрипту получится то же самое, что было с казанской директорией в этой вот всей? То есть, мы просто капитульнем Российскую империю и захватим все ее территории. Даже те, которые оккупированы Сибирью. Стоит рисковать сейчас атаковать? Наверное, не потяну. У меня нету винтовок. Минус 24. Тут дефицит имеется. Но на самом-то деле, еще нехватка снабжения все равно есть. А то вот же один узел, вот другой. И не хватает. Если сейчас нажму я автоплан, что-то получится из этого? Ну, судя по колбочкам, вполне неплохо. Атаковать, правда, будем и в эту сторону тоже, но ничего страшного. Погнали сейчас сюда. Может, даже прямо до Москвы поехали. Вот так вот. Рискуем, конечно, но зато прикольно. Да, давайте вот так. Не, я думаю, хватит. Риска нам этого что-то не поперло. Да, достаточно, все. Успокаиваетесь. Но давайте-ка спасать сейчас. Ходите сейчас сюда. Сюда. Ну, спасти-то мы их спасем в любом случае. Но так больше змейки пускать, по крайней мере, в Российскую империю, я не собираюсь. Это все сделали. Теперь сюда. Давай вот сюда. Тут тоже закроем сейчас. Тут стоим. Ну, фронт не можем дальше растягивать, поэтому так переть уже не будем. Можно сейчас здесь покотлить просто, чтобы быстрее это все закончилось. И далее будем разбираться один на один с Сибирью. Утопия поэту воинов сейчас я взял, получаем здесь атаку защиты, но цель сопротивления, так вот себе там по копеечкам нам отсыпали. Давайте поехали взгляд на мир, потом ограбление века. Это у нас железные дороги построить. А далее по всей этих змеевых жилищах, это мы посремся с Российскими империями, ну такое. Тут решение, кстати, на то, чтобы атаковать и занационализировать Армению. То есть могли бы мы в этот момент, если бы я пошел бы не сюда, не сюда, а вот сюда напасть на Армению. Это бы хорошо. Но в этот момент бы на нас уже бы напал Горгулов. То есть хорошо то, что я сюда не пошел. Все войска бы у нас находились тут. Это было бы еще хуже, чем то, что тогда у нас было. Ну и пойдем сюда. Да, потопали. Это закрываем. Давайте сейчас здесь тоже котел сделаем. Тоже закрываем. Атакуйте сюда. Давай-давай теперь вот сюда. И вот здесь. Есть, еще минус две девизиты есть. Прекрасно. Так, что с Крымом? Может быть здесь пробьемся сейчас? Смотрю, они часть войск поводят. А, отсюда тоже поводили. Ну тогда давай хотя бы вот эту одну закроем. И есть. Закрыли. Так, тут стоим нормально. А здесь никто пролив не охраняет. Пошли. А, вот. А чего так далеко? Охрану поставили. А, все уже пройти, кстати, нельзя. Флот подвели. Но я свой выгонять не... Че тут стейшн пошел, брат? Выгонять не буду. Нафига это вообще нам надо? Две дивизии пролезли и уже хватит. Хватит сейчас вот сюда. И вот сюда. Можем, кстати, даже поатаковать сюда. Вот, то есть тут котел провернуть. Че бы и нет. Небольшой такой, зато менее рискованный. Оп. И вот сюда. Сейчас я котел закрыл. Можем посмотреть. Мы сняли 744 тысячи России. А она нам 244. Кстати, Армения тоже сражается против Российской империи почему-то. А, нифига. Оборонительная война. Ладно. Да, со снабжением здесь прям беда-беда. Тут строю узел. Надо еще здесь строить, кстати. Обязательно. Тут. Не буду тут пока этого хватит, думаю. Так. 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 Зашибись. Ха-ха-ха. Зашибись. Так. Подожди. Мне это прожимать, наверное, не стоит, потому что, по аналогии с вот этим, вот, у нас лимит капитуляции опять скукожится. Если это будут захватывать, тогда мы капитульнем еще быстрее. Так как столицу, как оказалось, не обязательно захватывать, чтобы это все произошло. Видите, видите, мы даже Москву не брали. Ничего тут не брали, толком-то он уже отлетел. Но если сейчас я не прожму национализацию, то мы просто можем задохнуться в этом сопротивлении. Я даже не знаю, стоит ли, конечно, это делать, но давайте рискнем. Опять рискнем. Опа. И вот это вот, кстати, продолжаем тоже прожимать. Вот это вот тоже. И вот это. Теперь нам нужно фронт растянуть вот этот вот до самого верха. Ну, может, не прямо до самого, а где-то вот сюда вот, до вятки и пойдет. Кстати, да, тут же мы флот еще тоже получаем через эти скрипты. Разработчики это предусмотрели. Нам прям все тут отдается. Это хорошо, потому что я думал то, что нам флот придется производить вообще с нуля. Мы тут же планируем весь мир захватывать. И тогда бы флот приходилось бы либо отбирать у кого-то, либо создавать. А тут бац, и нам российские передаются. Так, значит, сейчас еще. Я понаделал арты дофига. Уже, кстати, разместил ее сюда вот в поддержку. Но немного требуется. 12 штук на одну дивизию. Поэтому, может быть, я даже поставлю сейчас куда-то ее вот сюда вот. 23, давай 25. Вот так. И винтовок сейчас 19 тысяч тоже хватает. Вот осталось только это поснащение сейчас поделать. По снабжению здесь вот надо все строить. Узел тут. Вообще, узел еще здесь нам нужен. Обязательно строим. Тут бы еще, ну пока ладно. Тут еще узел. Будет скоро. Так пойдет, в принципе. Еще. Нам же нужны автомобили. Обязательно. И для снабжения, и для того, чтобы разместить в наших войсках до поснащения. Я хочу сюда поставить и полевой госпиталь, и ротобеспечение. Хотя насчет полевого госпиталя у нас 3 миллиона. Когда мы захватим еще восток вот этот, и все занационализируем, то, может быть, нам полевой госпиталь и не нужен. Ну разве что, чтобы только там этот опыт ветеранов сохранять. Ветеранов будут меньше умирать, и, соответственно, дивизии будут более насыщены ветеранами. Ну а сейчас, насчет насыщенности нашего фронта и лимиты капитуляции, ну-ка. 20... А, вообще, 29%. Классно. Все. Начинаем делать еще войска. Да, тут теперь что не хватает? Уже винтовок. Ну ничего, сейчас их быстро произведем. В обороне немножко сейчас постоим. Противник себя пока что еще более-менее чувствует. Нужно, чтобы прям вообще плохо было. Так. Может, растянем фронт? Я думаю, можем все это позволить. Давайте растянем до самого конца. А то тут, на самом деле, опасненько. Да, как-то, ну, такое себе. Давайте отбиваться будем. Все, новые дивизии сейчас я разместил. Также некоторые узлы снабжения здесь уже построены. И машинок произведено неплохо, поэтому можно сейчас поставить приоритет моторизации. Еще по машинкам полторы тысячи хватает, поездов тоже. Поэтому наши войска сейчас чувствуют себя намного лучше. И, кстати, по фокусам. Путь взрослый. А, вот сюда мы теперь. Персия. Иранской федерации будем помогать. А у нас тут что? Да, иранская федерация наш победил в этой гражданке. Значит, будем с ней дружить. Ага. Ну, хорошо. А теперь давайте, в принципе, автопланить. Как оно? Да неплохо. Да. Все, сейчас можем на самом деле эту стрелочку начертить до самого конца. И проносить власово. Уже, наверное, без остановки даже. По снаряжению всего хватает. Производим все очень быстро. Поэтому поехали. Во, блин. Я не думал то, что ты настолько быстро склеишься. Я хотел еще посмотреть там потери, например. Но у нас они явно небольшие, судя по вот этому числу. И по оснащению тоже все, в принципе, хорошо. Ну, допустим. Теперь что мы сделаем? Нет, Армении пока не надо. А национализируем все вот эти территории. Людских ресурсов теперь у нас сколько? Одни. Ты что так? Серьезно? Два девятьсот? Вот, четыре семьсот. Другие, ну, так они пока дошли. Понятно. Ну, и этого нам пока достаточно, чтобы завершить объединение России. Прожимаем. Получим, кстати, недавнее воссоединение. ДБФ на армию, на экономику, на... Короче, все подряд. Но. Получим ячейку исследований. Получим стабильность поддержки войны еще про запас. Петроград переименуется. Ого. И будем называться возвышенно царство русское. В России наступил золотой век. Игорь Северянин возвысился над всеми остальными претендентами на власть русской анархии, провозгласив приход света и славы на землю, долгое время осеняемую силами традиций. Его победу с радостью встретили жители России, праздновавшие на улицах с пышными галоконцертами, устраивавшимися в залах Русской Лиги Футуристов. Неожиданный победитель выборов 1936 года на Кавказе Северянин и его последователи, эгофутуристы, вскоре взялись за переделку социалистического государства по своему образу, отбросив большевиков и им подобных, одновременно открыв торговлю и коммерцию. Вскоре начали течь богатства, а вместе с ними и новая эра смелых людей, которые взялись за оружие, чтобы положить конец распри, охватившим их родину. Новая Россия поспешила сделать предложение Солнечной Лиги, объявив о своем намерении присоединиться к ней. В рядах авангарда в борьбе за будущее, назревающее в Европе и за ее пределами. Тем временем Северянин и его лига футуристов начали реконструкцию России, взяв на себя обязательство принести будущее массам своего государства. Вот такие вот дела. Нам сразу предлагают напасть на Междуморье. Нифига. Это хорошо. Потому что, ну, вообще на них сейчас нам нужно нападать, чтобы добраться до Родфронта. Но. Что насчет... Так, а что это такое? А, это Желтороссия. Желтороссия уже наша. Поэтому можно сформировать временное правительство Монголии, что... Так, Марионетка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Эти территории, судя по картинке, должны находиться в нашем составе, поэтому давайте без этого. Армения, ну, пускай подождет. Давайте на Междуморье будем налетать. Питер теперь называется Северянин. Кстати, а что у нас по доктрине? Мы ее... Все, до конца вкачали. Прекрасно. Так, войска сейчас подходят. Давайте нападаем на Междуморье. Тут 45 дней еще ждать надо. И получается, вот этот Альянс проносим, добираемся до Франции. А насчет Франции? Так, Марс на Север, это мы сейчас выполняем сразу же. Прекрасно. Уничтожить Колчако. Рацию. Ну, это тоже сейчас быстро пролетает. Поход на Восток тоже мы выполнили. И теперь нам нужно явность мировой души взять. После, конечно, Евразия освобождена. Мы победили, Россия наша. Да мы уже в курсе. Тут по фокусам мы, конечно, немножко опоздали. Давайте берем. И что там скоро? Что, 20 дней? Этот фокус нам даст плюс 30% к стабильности. А сейчас у нас минус 30% из-за недавнего воссоединения. Так что нивелирует этот дебаф. А здесь нам нужно сейчас вот это все растянуть вот так вот полностью. Вот сюда. Вот сюда. И вот так. Нам нужно сейчас бежать по фокусам к Франции. Вот она. Вступим здесь в ее Альянс. Пожалуйста, держись. Франция. Ты Франция, конечно. Мы все понимаем. Но давай, пожалуйста, держись. Лига Солнечная, кстати, вот этот Альянс. У него ходит фронт еще Бразилия. Помимо самой Франции еще вот эта вот Италия. Благ, конечно, тебе интересно. Подумал то, что Япония. Но нет. Это ты из Фьюми создал Италию. Я не думал то, что Бот так умеет. Но, короче, это Япония. Типа, в Италии. Да. Наш будущий союзник. Я надеюсь, если Франция отлетит, то ты хотя бы не отлетишь. Но сейчас давайте быстро атакуем вот здесь. Но начнется движ у нас вот здесь. Уже давайте в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новое видео. Просто общайтесь на наших серверах в Дискорде в ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмброс. Спасибо большое за просмотр. До встречи.